Сегодня состоялся небольшой, немасштабный семинар, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Ли Михайловича Франка. Мы специально решили не делать каких-то грандиозных мероприятий, для того, чтобы подкопить силы на 110-ю годовщину. И тут у нас есть определенные планы, но я пока не буду их оглашать, чтобы сохранить некий элемент тайны и сюрпризы. А сегодня мы решили, что будет пара докладов. И, конечно, как сказал Александр Ильич перед своим докладом, сразу же, когда мы приняли решение, что семинар такой будет, взоры всех присутствующих обратились к нему. Мы его попросили. В общем, он все в своем докладе очень правильно сказал. Действительно, у него был выбор непростой, значит, либо рассказывать какие-то личные вещи семейные, либо связанные с наукой, вот, и с научной деятельностью Ли Михайловича. Но мне кажется, ему очень блестяще удалось это объединить в сегодняшнем докладе. И я думаю, что мы обязательно дожмем его, чтобы он действительно это дело опубликовал, просто как отдельную работу при принтере, сообщение у ИАИ с тем материалом иллюстративным, который был. Ну, и второй доклад тоже достаточно органично образовался, потому что лаборатория существует и развивается и работает именно благодаря нашим источникам нейтронов, реакторам и установке ИРН. Вот, и поэтому, естественно, было об этих установках тоже рассказать. И вот создание ИБР-2 – это, конечно, огромнейший кусок жизни Ильи Михайловича в последние его годы, когда действительно ему приходилось. Я не думаю, что если бы не было приказа директора института, он бы, так сказать, манкировал, что называть, своими обязанностями, все равно бы он, конечно, присутствовал на всех важных элементах и также на стульчике бы сидел и наблюдал за загрузкой активной зоны, за другими этапами. Вот, ну, в общем, я могу сказать, что у меня ощущение, что все удалось, было очень много людей, очень много молодежи было. Но, несмотря на то, что вот накладка у нас случилась, семинар в отделе с соседним в 12 часов начался, тем не менее, зал был полный до последнего момента, мне это очень приятно. Мне лично не довелось испытать на себе его руководство, хотя я пришел в лабораторию в 86-м году. Вот, Илья Михайлович до 89-го года был директором института, но за это время я, ну, раза три, наверное, с ним лично встречался, говорил. Ну, вот первое, первое, наверное, что я как молодой человек тогда на себе испытал, это прием в лабораторию был только через директора. Научные сотрудники все шли через директора. Илья Михайлович со мной беседовал в моей дипломной работе, а я ее делал в лабораторию ядерных проблем. Вот, и там было создание установки для двойного бета-распада. Я, Михайлович, естественно, прекрасно понимал, разбирался и в этой области физики, значит, и он меня, так сказать, потерзал. Вот, ну, в том смысле, просто действительно ему было интересно, я ему рассказал, какую установку мы делаем там, для чего. Вот, какой именно изотоп там предполагается в качестве мишени. Это вот нейтринная физика, которая сейчас очень хорошо и мощно развивается в оборота ядерных проблем. Вот, и после этого несколько было каких-то пересечений уже в ходе моей работы здесь. Вот, но, конечно, то, что написано в книге воспоминаний, тут просто все люди один голос говорят, что это исключительно интеллигентное, мягкое, ненавязчивое, но в то же время мудрое, я бы сказал, руководство и умение выбрать направление. И, как мне кажется, вот я сейчас для себя понял, выбрать кадры для того, чтобы эту политику воплощать. Потому что, видите, Федор Львович, как зам по науке, значит, главный инженер Ананев, 66-го года на ИБР, главный инженер ИБР. Значит, и сейчас мне сказал Александр Витальевич Виноградов, что и его тоже Франк назначил на главного инженера ИБР в свое время. Так что тут я вот уже совсем спокоен еще из-за нынешнего главного инженера лаборатории. Мы вводим в строй два новых пучка, на которых вообще у нас не было физических установок, 13-й и 14-й. И было это потому, что эти пучки смотрят на замедлитель, на зону реактора через подвижный отражатель. И как раз в момент импульса нейтроны, вылетающие из активной зоны, перед тем, как попасть к физику в установку, они должны пройти через несколько сантиметров, десяток, наверное, сантиметров вот этого никельного сплава, из которого сделан подвижный отражатель. При этом поток ослабляется и довольно существенно. Вот. И на старом реакторе, ну, физики, я бы сказал так, грубо говоря, брезговали, что вот плотность потока невысокая, в общем, не хотели работать на этих пучках. Значит, вся ситуация меняется. Сейчас любое место, где есть нейтроны, активно используется, оккупируется, и мы это делаем с этими пучками. Поэтому на 13-м пучке будет размещен фурьерстресс дифрактометр, который к нам приехал из Германии, из Гейсхахта. И там будут у нас развиваться совместные исследования по программе, поддержанной БМБФ, и по программе, ориентированной на будущее европейский исповершенный источник. Значит, на пучке номер 14 он специализированно будет, образом будет использоваться для нейтронографии. Значит, и здесь наши перспективы — это трехмерное изображение, то есть томография нейтронная, и нейтронная томография, нейтронная радиография с разрешением по энергии. Это, не буду вдаваться в детали, но чрезвычайно мощное средство при внесении контраста в такие исследования, и это исследования технологических сварных швов, исследования каких-то мелких объектов, включая биологические и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это вот абсолютно новое то, что приносится. Значит, несколько новых спектрометров создаётся. Значит, вот на девятом канале рефлектометр со спинэха, вот тоже при поддержке Германии, рефлектометр на десятом канале Грейнс для исследования жидких поверхностей, поверхностей жидкости и жидких интерфейсов, особенно в биологии, это важная тема. Вот это. Ну и возрождение пользовательской политики, наверное. Вот как бы общие такие вещи, вот эти. Значит, пользовательская политика успешно реализуется. 167 заявок в 2012 году, около 200 в этом году. И сейчас уже идёт сбор, начался сбор заявок на первое полугодие следующего года. Прикладные направления вот здесь вот как задействованы? Прикладные, прикладные у нас, они всегда были, они всегда присутствовали. Значит, вот я уже говорил, в первом цикле, в конце энергопуска были исследованы лопатки, кристаллические лопатки турбины двигателя Суперджета с завода Саратовского Сатурна. Вот, и мы продемонстрировали, что мы нашими нейтронными методами можем видеть, это маленькие дефекты, паразитные зёрна, которые внутри этого монокристалла в ходе его роста образуются. Которые никаким образом нельзя другим обнаружить, ни ультразвуком, ни гамма-дефектоскопией, ничем. Только нейтронами. К сожалению, тяжело это внедрить, поскольку нужно либо всю продукцию завода прогонять через наш фурьер-дефрактометр, либо им у себя рядышком Эбер-2 строить. Тут пока ещё нужно поработать, как говорится, как бы это дело полезное, внедрить в народное хозяйство. Но было бы желание, надо думать в этом направлении, ничего нет, невозможно. В юности, ещё в студенческое время, я немножко, получилось так, работал лаборантом ещё на станции космических лучей, когда моё обучение в университете по медицинским причинам прервалось. Потом я учился здесь, в Дубне, на кафедре, которую возглавлял Владимир Владимирович Векслер, это кафедра Московского университета. И дипломную работу сделал здесь, в этой лаборатории, под руководством Владислава Ивановича Лущикова. После этого я уехал в Москву и много лет работал в Кручатовском институте. Я занимаюсь очень разными вещами, начиная от нейтринной физики, потом физики частиц, в частности, свойства нейтрона. И работая там, потихоньку как-то стал думать об ультрахолодных нейтронах, будучи довольно тесно связанным с этой группой. Мы просто на одном реакторе работали с теми молодыми людьми, которых я здесь называл. Они продолжили свою работу в Москве. Ну и кроме того, я, конечно, на некоторые доклады слышал и Федора Львовича, и Ирина Михайловича. И как-то вот со временем стал на эту тематику думать, об этой тематике думать. Уже в значительно взрослом состоянии, так как-то после защиты совсем на другую тему кандидатской диссертации, я стал интересоваться и думать, и работать в оптике ультрахолодных нейтронов. Ну вот чем занимаюсь я до сих пор. Сюда, в Дубну, я переехал после смерти отца. У нас была такая негласная договоренность, что мы не можем и не должны быть в одном учреждении. Но его уход меня от этого, так сказать, освободил. Я приехал сюда при некотором инициативе, что ли, Флёрова, который поручил Юрий Залаковичу Аганисяну со мной на эту тему поговорить, пригласить сюда. Разговор был, но пришел я не в Ляр, а в ЛНФ. Ну вот где более 20 лет уже и тружусь. Все почему-то считают, что я пошел в физику вот потому, что меня туда папа толкнул. Я никогда это не отрицаю, но я обращаю внимание вот на что. Я учился в школе, в московской школе 519. У нас был учитель физики. И вот из тех двух классов, которые этот учитель физики вел, 7 человек стали физиками. А папа физик был только у меня. Значит, наверное, дело не просто в этом. Самое яркое воспоминание – это 70-летие Ильи Михайловича Франко. 70 лет, как понятно, ему было в 1978 году, в октябре. И мы тогда устроили «Голубой огонек». Слечение Вавилова-Черенкова, оно же голубое, да? Поэтому мы назвали… А тогда еще «Голубой огонек» был на экранах, еще шел, по-моему, в 1978 году. Вот мы сделали представление такое с застольем, значит, застольем «Голубой огонек». Его жизнь обыграли, так сказать, всякими термедиями. И в завершении там была, знаете, как вот этот самый «Жирвинд» с Державиным, они, значит, пикируются иногда, да? Мы с покойным Сергеем Владимировичем Зинкевичем тогда представили такую интермедию. Я был Вероникой Маврикевной, а он Авдоть Никитичевной. Вот. И в конце этой, значит, пикировки я с букетом цветов подхожу к столу, где сидит Илья Михайлович, в окружении своих старших коллег там, Шемендяев там, другие членкоры, и вручаю ему букет. Вот этот кадр сохранился, значит, с того, что снял отлично «Туманов», Юра, этот кадр. И такое счастливое лицо Франка, вот всех удивляет эта фотография, именно тем, что, насколько Илья Михайлович был счастлив. Не потому, что там я ему вручаю цветы, естественно, а всей обстановкой, вот то, что его поздравляют, так сказать, коллеги, так тепло, и, мол, затратили, видимо, много труда, чтобы подготовить такое представление. Вот это вот мое наиболее яркое впечатление из ненаучной, так сказать, из ненаучной жизни Илья Михайловича Франка. Сан Сергеевич Пушкин еще в свое время писал уважение к истории и к старшим, вот что отличает цивилизацию от дикости. И вот такого рода семинары, такого рода собрания, они чрезвычайно важны, как-то может показаться, может быть, парадоксально, но важны именно для развития науки, поскольку именно вот история, традиции и то, что было заложено перед нами, перед теми, кто двигается дальше, это все очень важно, это как раз и создает основу правильного и поступательного движения. И вот если где-то на каком-то этапе прерывается это последовательство, ну тогда наступает какой-то сбой. И вот совершенно блестящая лекция Александра Ильича, и я думаю, что если, Александр Ильич, вам недостаточно моей просьбы, то мы можем сейчас принять некое такое коллективное решение под просьбой к вам написать, переложить на бумагу вот то, что вы говорили вместе с материалом, который вы показывали. Это, я считаю, что надо просто издать отдельные брошюры, совершенно такая необходимая вещь, не только для молодежи, которые, вот я вижу здесь в зале много молодых лиц, это очень хорошо, но и на самом деле для тех, для всех остальных, для всех наших живущих. Ну и вот замечательный совершенно доклад Валерия Николаевича, который действительно довольно так с общих позиций отобразил ту основу, на которой мы живем с вами и работаем источники нейтронов, показывает, что дело Ильи Михайловича, оно благополучно развивается. Есть все основания, не то чтобы надеяться, а быть уверенным в том, что лаборатория движется в правильном направлении, и у нас с вами впереди еще много замечательных научных результатов, и это будет самая лучшая память Ильи Михайловича, как выдающимся ученым мирового значения и основателем нашей лаборатории. Так что я хочу поздравить организаторов с этим замечательным событием. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.